Аль-Кулак 22-летняя Зейнаб Аль-Кулак была спасена силами гражданской обороны, проведя 12 часов под завалами своего дома. Зейнаб выжила, но по крайней мере 30 членов ее семьи были убиты израильским авиаударом во время последней экскалации конфликта в Газе. Аль-Кулак We all gathered in a room watching news, and I was using my phone. We heard two missiles hitting somewhere really close. We heard bombing before, but this one was different, and the home was shaking. We got really scared and we even forgot to take our bags of important things that we prepared for any possible bombing. My mom and my only sister were next to me. The last thing I remember was everyone scared and didn't know what was happening. The roof fell on our heads. In less than a second I found myself under the rubble. Застряв под завалами, Зейнаб поспользовалась своим мобильным телефоном и позвонила в скорую помощь Газе, надеясь, что они смогут помочь ей и спасти ее семью. Но потребовались часы, чтобы спасти ее из-под завалов, потому что израильский режим разрушил основные дороги, ведущие к ее дому и больнице. I was holding my phone while trapped under the rubble. The voices of my mom and sister just disappeared, and I started to call people. I don't know how I remembered the numbers of civil defense. I called them, but they couldn't reach me. I started to call my friends, Shima and Fatima, but I wasn't able to tell them I was under the rubbles. I spent 12 hours there. I just imagined that when I called the civil defense, they would save us fast. But it took long to reach us, and eventually I lost the hope to stay alive. Зейнаб, который изучает английскую литературу и интересуется искусством, отмечает, что чувство потери семьи невозможно описать никакими словами. В то время как ее отец все еще находится в больнице на лечении, сама Зейнаб беспокоится о своих новых обязанностях после потери мамы. Зейнаб и ее семьи. Не единственные жертвы израильских атак. За 11 дней воздушных, наземных и морских нападений сионистского режима на газу погибло 255 палестинцев, в том числе 66 детей. В результате удара также было ранено более 1900 человек, пока 21 мая не вступил в силу режим прекращения огня.